спорт и фитнес по науке только логика и здравый смысл всем привет дорогие друзья давно обещал вам сделать ролик про антиэстрогены потому что тема действительно очень актуальная и сейчас данные препараты пользуются большим спросом и именно данную группу препаратов считают некой такой альтернативой стероидам в плане того что за счет антиэстрогенов можно значительно поднять уровень тестостерона и сделать это так чтобы организм самостоятельно синтезировал тестостерон то есть нам не надо вводить его извне и я постараюсь разобрать мифы которые крутятся вокруг этой темы разобрать частые ошибки которые люди совершают какие наиболее частые побочные эффекты вообще положительные эффекты отрицательные эффекты все это постараюсь разобрать своем видео и конечно же про свой опыт и опыт людей которых я веду тоже разберу тут все это друзья хочу сообщить вам что я наконец-то доделал свой гайд на тему антиэстрогенов и разобрал все возможные варианты их применения как для полноценного курса таки в качестве терапии по повышению тестостерона также на пк т и при комбинации с другими препаратами рассмотрены конкретные схемы приема дозировки что принимать чтобы не было побочных эффектов и многое другое и само собой про анализы также сказано гайд доступен сейчас со скидкой и вы можете его приобрести в нашем телеграм-канале первое что следует сказать антиэстрогены среди всех ныне существующих групп медицинских препаратов являются самым эффективным средством для повышения выработки собственного тестостерона то есть это именно медикаментозные препараты которые способствуют повышению выработки тестостерона за счет того что организм у нас синтезирует больше летая низирующего гормона и таким вот образом летги юзи и юящий гормон непосредственно влияет на синтез тестостерона то есть ли тонезирующий горман это гормон гипофиза а тестостер Communists считается в яичках то есть по сути летени ющие гормон выполняет но только одну функцию мужском организме он дает команду нашим яичкам чтобы они синтезировали тестостерон то есть по сути роль этого гормона это передача определенной команды для того чтобы происходил синтез тестостерона и собственно кроме повышения лютеинизирующего гормона может повышаться и фолликулостимулирующий гормон я не зря сказал тут в начале что это самые эффективные средства для повышения выработки собственного тестостерона потому что сейчас очень большой акцент люди делают именно на добавки наивно полагая что именно добавки дадут им какой-то супер буст к тестостерону но скажу так что добавки очень слабо бустят тестостерон у меня есть бесплатный гайд на эту тему можете почитать про самые эффективные средства для повышения тестостерона среди добавок я очень часто повторял своих видео что добавки они не обладают такой эффективностью и способны дать прибавку к тестостерону ну процентов 10-15 в среднем и то есть ты повезет в отдельных случаях если у вас например дефицит цинка эта прибавка может быть больше 20 процентов но только если жесткий дефицит цинка то есть человек принимает цинки у него просто нормализируется работа эндокринной системы и организм синтезирует то количество тестостерона которое он должен был синтезировать то есть полагать на чудеса точно не следует и собственно если ко мне обращается человек с гипогонадизмом то есть у него снижен тестостерон там меньше 12 наномоль то первое что я всегда рассматриваю это именно антиэстрогены потом уже осмотрим работает они не работают насколько эффективно работают и потом уже думаем там насчет хгч ингибиторов ароматаза и так далее то есть там уже варианты еще конечно есть кроме антиэстрогенов но именно первое что рассматривается всегда при снижении тестостерона это антиэстрогены потому что они способны значительно увеличить выработку этого гормона в районе ну дать прибавку среднем полтора в два раза то есть в некоторых случаях у меня были клиенты у которых больше трех раз даже повышался тестостерон в 3 в 4 раза повышается и собственно даже с небольших доз организм как правило у людей хорошо реагирует даже в тех случаях когда у человека нормальный уровень тестостерона я собственно показывал на своем примере как можно увеличить выработку тестостерона с помощью антиэстрогенов то есть у меня есть отдельный ролик на эту тему видео вышло примерно где-то полгода назад но считаю что ролик очень познавательный там я собственно и свои анализы разбираю и вообще рассказываю о основных показателях гормонов на примере конечно своих анализов и рассказываю как антиэстрогены на это все влияет то есть ну если вам интересно можете посмотреть то видео в чем проблема антиэстрогенов на самом деле побочных эффектов от антиэстрогенов они встречаются не так часто но все-таки встречаются и самым частым побочным эффектом является конечно же снижение либидо то есть по моим наблюдениям это процентов у 10-15 людей такое происходит это это чаще всего связано с тем что у человека на антиэстрогенах очень сильно повышается эстрадиол насчет того что у нас много литенизирующего гормона соответственно много тестостерона и организму надо как-то что-то с этим тестостероном делать и даже на курсе фармакологии он когда видит большой уровень тестостерона он его ароматизирует понятно что там определенное количество не весь тестостерон но ароматизирует в таких случаях конечно же стоит рассматривать вариант ингибиторов ароматазы но только если мы видим какое-то существенное повышение эстрадиола если эстрадиол вылез там на пару единиц там на 5-6 единиц там за пределы рев значений то как бы его трогать и считая не нужно мог потому что тем же анастрозола можно очень сильно напортачить и убить себе либидо вам потом не будет хотеться достаточно долго ничего но это все конечно же процессы обратимые но все равно рисковать просто с эстрадиолом не следует эстрадиол очень важен в нашем организме он важен и для иммунной системы он важен и для работы сердечно-сосудистой системы и важен и для здоровья опорно-двигательного аппарата также он влияет очень сильно на наше либидо поэтому будьте очень аккуратны со всем этим потом что еще обычно описывается в литературе я вот много где в литературе встречал что антиэстрогены ухудшают зрение но я не встречал таких случаев на практике у меня у самого плохое зрение я сейчас сижу в линзах минус 3 у меня линзы и собственное зрение у меня минус 3 и собственно она как была до курса в антиэстрогенов минус 3 так таким и осталось то есть как-то она но я не заметил что она как-то изменилась поэтому ну на мне конкретно такой побочки не было на людях которых я тоже ведут этой побочки не было то есть я в литературе это встречал на практике но я не видел что это происходит я не знаю может каких-то там 000 одном проценте если у человека есть какая-то определенная редкая патология может такой происходит а может у человека там 0 из-за чего-то другого снизилась он в этот период принимал антиэстрогены в общем просто говорю что такое вероятно возможно но на практике я это не встречал ну и также бывает индивидуальная непереносимость антиэстрогенов бывает просто людей жкт это не воспринимает и у них там поносы могут бревать точнее тех может но это тоже очень редко и возможные аллергические реакции аллергические реакции они возможны на действия любых препаратов поэтому не стоит тут только во всем винить антиэстрогены можно ли рассматривать антиэстрогены как альтернативу стероидам этот вопрос волнует очень многих людей потому что ну люди те которые занимаются в зале они прекрасно понимают что от тестостерона напрямую зависит то сколько массы они наберут насколько сильными они станут качество мышц ну и все все что с этим связано то есть спортивные результаты напрямую зависят от уровня нашего тестостерона и все таки мне задают часто вопросы а что мне делать там полноценный курс или антиэстрогены я человеку объясняю что у антиэстрогенов такие-то эффекты у курса такие-то эффекты и сейчас я постараюсь вам тоже это объяснить значит есть антиэстрогены они редко когда повышают тестостерон более чем в два раза на стероидах этого можно добиться на очень малых дозах то есть антиэстрогены дают эффект как ну очень лайтовый курс стероидов на стероидах можно повысить тестостерон и в два и в три в четыре и даже в десять раз и даже больше десяти раз то есть вопрос в том какая у вас цель если вы спортсмен который желает достигать больших успехов спорте то тогда вам нужно рассматривать все таки вариант анаболических стероидов потому что антиэстрогены вот как мне недавно сказал один мой подопечный что ну на этом курсе я почувствовал что это даже но не полноценный курс это такой некий буст то есть буст к тому что было и так в реальной жизни говорит но я почувствовал там да ну что стало легче там и тренироваться и восстанавливаться эффект хороший там жирок подкинул там суши стал выглядеть то есть да говорит чувствуется но это именно буст говорит а не курс ну вот я с ним полностью согласен да это действительно некий там небольшой буст к вашим результатам но все-таки считаю что это уже не на тураха если человек использует антиэстрогены это не натуральный бодибилдинг второе о чем следует сказать на антиэстрогенах часто происходит рост gspg gspg это глобулин который связывает половые гормоны то есть у нас в организме есть три типа тестостерона тестостерон связанные с альбумином связанные с глобулином и свободный тестостерон наиболее активное это свободный тестостерон потом тестостерон связанные с альбумином и считается что тестостерон который связанный с глобулином он неактивный или малоактивный то есть происходит такая вещь что вот повышается тестостерон и gspg растет то есть наиболее активной формы тестостерона у них при этом может остаться такое же количество при этом общий тестостерон вырастет там может и в два раза вырасти, но не всегда, недалеко не в большинстве случаев, именно прямо пропорциональный рост, то есть может там вырасти незначительно ГСПГ и значительно вырасти общий тестостерон, и это в целом даст хорошую прибавку к свободному тестостерону. В моем случае, как раз-таки, мне в этом плане повезло, у меня антиэстрогены сильно не повышают ГСПГ, и у меня там на пару единиц только повысилось, и за счет этого у меня получилось так, что и общий тестостерон в два раза поднялся, и свободный тоже в два раза поднялся, у меня и то, и то было на курсе антиэстрогенов, на самых обычных дозировках, и то, и то было увеличено в два раза, я чувствовал прямо очень сильный буст во всем, то есть и в жизни в целом, и как бы и в тренировках тоже, как бы можете посмотреть мое предыдущее видео, и как бы часто люди прибегают еще к стероидному минимализму на курсе антиэстрогенов или ксармам, для того, чтобы ГСПГ как-то снизить. ГСПГ можно снизить также и бором, и другими методами, это все у меня описано в моем гайде по повышению тестостерона, там есть целый отдел про ГСПГ и методы его снижения, натуральные, ненатуральные и так далее, то есть кому интересно, можете приобретать. В целом, выхлоп от антиэстрогенов, он намного ниже, чем на курсе стероидов, то есть, ну как я сказал выше, это такой вот небольшой буст к тем результатам, которые у вас уже есть, и как бы не стоит рассматривать именно их как альтернативу, то есть, ну если человек до этого ничем не химичил, и он уже принял сознательное решение начать все-таки химичить, и ну вполне себе для первого раза можно и антиэстрогены попробовать, но если человек в целом нацелен на серьезные результаты в спорте, то есть, он именно выступающий спортсмен, который стремится на соревнованиях выступать или по бодибилдингу, или там по ММА, или там по силовым видам спорта, тогда лучше все-таки рассматривать то, что более изучено. А анаболические стероиды, они достаточно изученная группа препаратов, я говорю тут вам открыто, как есть, антиэстрогены, они менее изученные, и антиэстрогены, они более непредсказуемы, то есть, как я сказал, вот, у одних людей они могут очень сильно поднять общий тестостерон, но свободный оставить таким же самым. Есть люди, ну, которые, как я, ну, мне повезло, у меня там и тот, и тот растет, но у меня эстрадиол очень сильно бустится от курса антиэстрогена, мне приходится еще анастрозол принимать для того, чтобы его сбить. ДГТ у меня тоже повышается, потому что, ну, тестостерона становится больше, и часть его конвертируется в ДГТ, поэтому, как бы, ну, отчасти это, ну, не могу сказать, что прямо рулетка, вряд ли вы от них заработаете какие-то серьезные последствия для здоровья. Опять-таки, ну, люди некоторые отмечают снижение либидо, и они просто потом после пары дней приемов прекращают их принимать, и либидо там через неделю восстанавливается до прежнего уровня. Поэтому, как бы, ну, каких-то существенных проблем со здоровьем, но только если их принимать на постоянной основе, то есть, годами, бесперерывно, это, ну, гиперстимуляция нашего гипофиза, и, как следствие, гиперстимуляция яичек. То есть, это не очень хорошо, это со временем может привести к снижению чувствительности. Опять-таки, тоже не во всех случаях. Но рассматривать антиэстрогены на постоянной основе, ну, можно будет только в том случае, если у человека гипогонадизм. Вторичный гипогонадизм, он уже, ну, его ничто не берет, кроме антиэстрогенов, никак не повышается тестостерон, тогда можно, там, какое-то время, в течение, там, двух-трех лет, может, даже больше, побыть на антиэстрогенах. И потом, если они уже перестают работать, потом уже рассматривать вариант ГЗТ. И вообще, давайте разберем, в каких случаях человек принимает антиэстрогены. Первый случай – это при вторичном гипогонадизме, когда у человека снижен литейнизирующий гормон. То есть, мы видим на анализах значения, либо ниже реф-значений, либо в самом низу. То есть, там, где-то один, два, вот такие значения. И смотрим, что у человека при этом тестостерон снижен. Тогда, да, рассматриваем вариант антиэстрогенов. Вполне себе, очень хорошо на многих срабатывает. Следующий вариант, когда мы рассматриваем прием антиэстрогенов, это, конечно же, на ПКТ. ПКТ – это послекурсовая терапия, после курса стероидов. Опять-таки, многие спорят на эту тему, что нужна она, не нужна. После лайтовых курсов говорят, не нужна. Я считаю, что в любом случае нужна, даже если был короткий курс, там, 6-8 недель, лучше, там, 2-3 недельки на легеньких дозировках, там, на полтаблетки хотя бы, побыть на этой терапии и, как бы, себе все нормально восстановить. То есть, лучше помочь организму быстрее восстановиться. Это и откат будет меньше, и, в целом, последствий для здоровья будет меньше. Потому что, когда люди слазят с курса, у них часто, там, и ментальное состояние может проседать, и, там, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, ну, и все такое. Поэтому, считаю, в любом случае на ПКТ надо использовать. Вопрос, конечно, в дозе, и вопрос в том, какой именно препарат. Это уже надо отдельно подбирать, в зависимости от анализов, в зависимости от того, насколько длинный был курс. И, также, как я тут уже говорил, их можно использовать в качестве курса. Именно для буста спортивных результатов. Ну, ждать от них, что они дадут чего-то такого существенного, не следует. Многие кочки-блогеры, они как хитро делают? Они химичат, там, несколько лет, набирают какую-то форму, потом откатывают, сидят на антиэстрогенах, на гармонии роста, и они часть той массы, что у них была, откатывают, а часть сохраняют. И, там, они долгое время ходят, все такие сухие, там, выпендриваются, говорят, мы в натураху, все, все нормально, мы всегда в одной и той же форме. Они же не сказали, что они перед этим набрали огромное количество массы, и теперь просто эту часть этой массы удерживают таким вот хитрым способом. И, также, антиэстрогены можно использовать вместе с сармами или стероидным минимализмом. Делается это, как я сказал выше, для того, чтобы снизить ГСПГ. Тема, действительно, очень интересная и очень актуальная, и это то, что реально работает при снижении тестостерона, а снижение тестостерона сейчас я встречаю сплошь и рядом. То есть, это вот за последние годы я прямо наблюдаю очень какую-то такую нехорошую тенденцию, то есть, именно вот за 2024 год я заметил, что резко как-то стало больше людей ко мне обращаться, ну, если брать в процентном соотношении. Резко как-то количество молодых парней, там, возрастом 18-25 лет, у которых там снижен тестостерон, то есть, мне попадались ребята, у которых там он 10, 8, 5, то есть, молодые ребята, то есть, даже попадались кавказцы, у которых якобы, ну, все привыкли считать, что у них выше уровень тестостерона в среднем, но это проблема, которая актуальна для всех, то есть, нет национальностей, которая бы это не затрагивала, даже если люди там идеально питаются. Вот у меня реально были ребята, которые там с детства в спорте занимаются, не пьют, не курят, и уже там к 20 годам у них снижен тестостерон. И, как бы, я вижу, что там, ну, у многих именно авторичный гипогонодизм, и, в принципе, в их случае можно рассматривать такой вариант, потому что садить молодых пацанов на ГЗТ, считаю, что это не следует, тем более, если у них еще нет детей, то есть, ну, такое, такое делать, ну, конечно, это выбор каждого, и если есть показания к этому, то лучше все-таки ГЗТ использовать, потому что низкий уровень тестостерона от него последствий гораздо больше, чем если мы будем на ГЗТ. Но если есть альтернатива в этом случае, она есть, то стоит ее рассматривать. Если человек получает от этого выхлоп какой-то, то стоит это использовать. Поэтому, как бы, думайте сами, принимайте выбор тоже сами, надо оно вам или нет. И я постарался тут рассказать о своем опыте, о опыте людей, которых я веду, и рассказать о такой, я считаю, важной группе препаратов, которая для многих может быть актуальной. Всем пока, до новых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok